17 июня в Санкт-Петербурге произошло событие, которое многими комментаторами, аналитиками, политологами отмечено как историческое, как событие на тонком плане, на символьном языке, как событие, которое войдет в учебники. И это событие поднятие трех флагов российского имперского, советского флага, Союза Советских Социалистических Республик и современного флага Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Это люди, это люди, которые здесь живут, которые рожают детей, которые решают свои задачи. И вот это взаимное уважение, вот кто первый сумеет его предъявить, он заставит все остальные политические силы просто зеркалить это великодушие. На самом деле событие, которое произошло в Санкт-Петербурге, оно действительно историческое и оно показывает, как мне кажется, не попытку стравливания белых, красных монархистов. Оно показывает момент усаживания всех частей многонационального, многоконфессионального народа Российской Федерации и всего постсоветского пространства, а возможно и ближнего и дальнего зарубежья, потому что империя это большая территория. Речь идет о том, что за одним столом усаживаются люди, которые перестают друг друга обвинять, перестают друг другу предъявлять, начинают бережно относиться к своей истории, договариваются перестать сносить памятники. И вот этот объединительный подъем трех флагов, это момент завершения или начало завершения большой гражданской войны, которая длится порядка двухсот лет. И это историческое событие, представьте себе, имперцы, большевики-коммунисты, либералы, у нас же Российская Федерация, это представители русского капитала, это бизнес, это предпринимательство, это торговля, это производство и так далее. То есть вот эта либеральная часть народа, она-то есть и она очень активная. И вот все части народа с разными идеологическими предпочтениями на абсолютно на равных правах подняли свои флаги и сели за один стол. Я всех хочу поздравить с тем, что Россия таки начала сосредотачиваться, как говаривал после Крымской войны министр иностранных дел Российской империи Горчаков. Это момент того, как Россия начинает сосредотачиваться, причем не только в силовом аспекте, во внешнеполитическом, но прежде всего во внутреннем, идеологическом. Мы начинаем договариваться о том, что мы берем все самое лучшее из имперской истории России, из советской истории России, из современной России. А в современной России тоже очень много хорошего. И просто выбрасывать его, конечно же, ни в коем случае нельзя. Особенно с точки зрения того, что за каждым периодом истории стоят люди, стоят убеждения, стоят социальные группы. И все они на равных правах сидят за единым столом. Я хочу вас поздравить с этим историческим событием. И хочу сказать, что кто бы ни пытался на этом фоне стравливать разных русских, говорящих на разных диалектах, говорящих про разные ценности. Тем не менее, процесс объединения и сосредоточения, Россия сосредотачивается, он начался. И мы видели начало этого процесса.